Биткоин и Пипи, какой следующий шаг? Давайте узнаем прямо сейчас на графиках. Как мы с вами обсуждали, Пипи Коин это, конечно, какая-то глупость, но люди будут его покупать. И, как вы видите, он взлетает. Мы поговорим о том, куда эта штука пойдет, и о много чем еще в сегодняшнем эпизоде. Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джереми, и у меня все просто замечательно здесь, в Дубае. Спасибо, что присоединились ко мне. Знаете, почему мой канал вообще называется «Довинчи Джей Фифтен»? Почему именно так? Что ж, сегодня расскажу вам. Просто потому, что я не планировал становиться знаменитым. Я создал себе аккаунт, создавал разные аккаунты для своих соцсетей, для интернета, и мне хотелось сделать юзернейм, который никто не заберет. И что ж, поэтому я взял «Довинчи Джей Фифтен». На этом все. Так что, везде, где я открываю аккаунт, я использую «Довинчи Джей Фифтен». Я не собирался становиться знаменитым и использовать это как свое постоянное имя. Ну что ж, это случилось. И вот мы где сейчас. Окей, что ж, сегодня мы с вами пройдемся по новостям, а также поговорим про Пепи Коин. А также в конце про Биткоин и Эфириум, конечно же. Посмотрим на уровни на графиках и узнаем, что мы можем сделать. Где купить или где шортить. В зависимости от того, что скажет нам рынок. И также поговорим про много разных крутых вещей. Например, про Акси Инфинити. О том, стал ли Гонконг криптохабом или нет. И также мы с вами поговорим про новостные медиа. Поговорим о том, стоит ли вам слушать эти медиа, или лучше нет. Все это обсудим в сегодняшнем эпизоде. Но перед тем, как мы перейдем ко всему этому, я хотел бы рассказать вам про вот это. О речи, которую я буду произносить на Крипто 306. Которая пройдет 8-9 мая. Я буду там, скорее всего, раньше, но мое выступление будет в 12.30. Так что приходите, если хотите сфотографироваться, поздороваться и все в таком духе. Буду рад вас видеть. На этом ивенте Крипто 306. 9 мая этого месяца. У нас сейчас месяц силы. May the force be with you. Ладно, такое себе. Окей, давайте смотреть, что у нас тут. Уязвленные проигрышем. Филиппинские игроки отказываются от Axie Infinity. На своем пике игра привлекла 2,7 миллиона активных пользователей ежедневно. Но сейчас это число упало до 250 тысяч. Ох, что ж. Эта игра определенно должна была оказаться в помойке. И причем уже довольно давно. Все потому, что это просто... Майнинг внутриигровых токенов с помощью кликанье. И в этом вся суть игры. Больше ничего эта игра из себя не представляла. Так что да, теперь у нее все плохо. В эту игру не было весело играть. Это была просто работа. Люди ее именно так и воспринимали. Просто майнили токены, и их ценность упала. Это, конечно, грустно, но все-таки это была первая интеграция Play to Earn. Ну и что ж, все пошло не по плану. Очевидно. Люди обязательно обучатся на примере Axie Infinity, на их провале, и создадут игру гораздо лучше. Так что да, ждите этого. Нужно имплементировать ключевые вещи. Игровые токены должны добываться так же, как и биткоин. Тогда у тебя не будет слишком большой инфляции на этих токенах. Количество этих токенов должно быть фиксировано. Или их майнинг должен быть похож на майнинг биткоина с уменьшением предложения. Тогда вы будете знать, что эти токены будут иметь ценность в долгосрочной перспективе. Определенные токены определенной игры. Ну и, конечно же, сама игра должна быть веселой. Она должна быть динамичной. Таким образом, она будет всегда расширяться. Это ключевые вещи, которые должны быть в любой игре. Если вы создаете игру на блокчейне, в криптомире, тогда в вашей игре должно быть три этих вещи. Это мое мнение. Тогда у вас все будет хорошо. Итак, я вижу это везде. И это просто смешно. Гонконг стремится помочь криптофирмам избежать изгнания из банковского сектора. Это просто дикость. Город призывает банки открывать счета для лицензированных криптофирм. Компаниям, занимающимся цифровыми активами, трудно получить доступ к банковским услугам по всему миру. Да. Но кто об этом пишет? Блумберг. Но сейчас очень много разных компаний, которые об этом говорят. Очень много. И что ж. Ладно, не компании, конечно, а новостные организации пишут об этом в статье. И вы небось думаете, ну, это очевидно будет криптохаб. Да, но подумайте об этом на секунду. Большие новостные организации говорят об этом. Если сейчас вести Гонконг и крипто, вы увидите эти статьи везде. Итак, вы начинаете осознавать всю картину. Это пахнет ловушкой. Знаете, есть такое довольно древнее заявление. Марк Твен сказал это давным-давно. Люди, которые не читают новости, знают всю информацию. А которые читают, нет. Итак, как думаете, платят ли этим новостным организациям, чтобы они об этом писали? Я думаю, да. И что ж, поскольку Гонконг находится около Китая, принадлежит по сути Китаю, звучит это как ловушка. И когда там появится много компаний, крипто-компании попадут под их юрисдикцию, будут следовать их правилам, они могут сделать следующее. Да, знаете, у нас нет больше денег. Так что нам вот это нужно, мы это заберем. Но мы взамен дадим вам локальную валюту. Так что я бы определенно с осторожностью к этому относился, если бы был крипто-компанией. Потому что такое может произойти. Это прямо на стене написано. Все довольно ясно. Окей. 31% новых покупателей криптовалют сделали это из-за влияния друзей. Вот почему это может быть ужасной идеей. Окей, что ж. Опять же, CNBC. Воспринимайте это с осторожностью. Эти люди делают все для тех, кто им платит. И это не вы. Эти люди говорят все, что им скажут те, кто им платят. И это не вы. Так что они не заинтересованы в служении вам. Они служат банкам. Так что все, о чем они говорят, это чья-то повестка. Ясненько. Окей. Покупка биткоина, эфириума и других цифровых активов только по рекомендации друга может привести к неприятностям, говорят эксперты. Окей, эксперт. Ну, раз эксперт говорит мне, что я не должен слушать своих друзей, надо, наверное, слушать эксперта. Правильно? Окей, ребята, знаете, что я даже не буду это все дочитывать. Эксперт говорит вам, что вы не должны покупать биткоин и эфириум. А я вот не эксперт. Я просто купил биткоин, когда он стоил доллар. Купил эфириум, когда он даже не был доступен. Ну да, я не эксперт. Вот лучше послушайте реального эксперта. И не покупайте ни биткоин, ни эфириум. Просто выключите это видео. Послушайте CNBC. О, господи. Поверьте, мне от этих новостей всегда весело. Итак, что ж, давайте двигаться дальше. Я вам уже рассказывал, ребята, про Пепи Коин. И я, ребята, не просил вас брать и вкладывать буквально все деньги, которые у вас есть, в этот коин. Это очень высокорискованная ставка. Очень рискованная. И вы в конечном итоге могли бы потерять буквально все. Так что, да, не вкладывайте огромное количество денег в этот Пепи Коин. Но поскольку риск здесь высокий, и награда высокая. Так что, ребята, если вы купили его долларов на 200, вы бы уже утроили ваши деньги. Да, возможности здесь большие. Давайте чуть пролистаем дальше. Знаете, вы могли купить эту штуку действительно по очень низкой цене. Буквально еще пару дней назад, когда я в первый раз про нее рассказал. Можно было бы купить этот коин по цене в 6 нулей. И один, или два. Примерно по этой цене можно было купить Пепи Коин. Это самая низкая цена. И сейчас вы бы уже утроили свои деньги. Так что, если вы это сделали, вы знаете, что нужно сделать сейчас. Вы мне сами скажите, что нужно сделать, если вы смогли купить. Да, правильно. Нужно продать половину, а остальное пусть висит. Да, правильно. Очень умно. Или, по крайней мере, забрать деньги, которые вы инвестировали. И просто посмотреть, что произойдет. Раз уж вы теперь в прибыли, просто забирайте то, что вложили, и ждите, что произойдет. Окей, насколько высоко может уйти эта штука? Насколько высоко может это сумасшествие нас привести? Что ж, сказать наверняка на самом деле сложно, потому что эта штука только появилась на рынке. Но давайте посмотрим, может быть есть что-нибудь? Да, это все, что мы можем сделать. Так что да, я сомневаюсь. Давайте посмотрим, где будет 4Х. Растянем отсюда и вот сюда. Давайте вот сюда лучше. Посмотрите, мы уже дошли до некоторых целей. Это что у нас получается, 4Х? Вот где-то здесь. Да, блин, с ума сойти. Насколько идеально мы дошли до этой цели. Так что да, мы дошли до 4Х от вот этого диапазона. И это была наша цель. Может ли эта штука сделать еще 4Х? Ну что ж, нужно будет дождаться, пока цена вернется. И я думаю, это был пик, на котором стоило бы забрать прибыль. И теперь ждать просто откаты, для того, чтобы закупиться еще. Мы либо создадим здесь что-то типа паттерна бычьего флага, который покажет, что мы пойдем выше, или мы вернемся где-то до уровня в 3 тысячи долларов. 3-4, возможно, где-то так. Перед тем, как уже пойдем выше. Это будет самое то для покупки. Так что надо будет посмотреть, как отыграют эти графики. Здесь наверху стоит только продавать, покупать точно не стоит. Больше ничего не делать, только продавать. Если вы купите здесь, приблизьтесь к экрану. Отлища тебе. Не покупай ты здесь. Нельзя покупать так высоко. Что с тобой не так? Подожди, когда цена откатится. А если заинтересованы в покупке, тогда вкладывайте только совсем небольшое количество денег в этот пипикоин. Потому что он может упасть в любой момент и все вам заруинить. Итак, давайте посмотрим уже на этот график. Это у нас биткоин. Давайте посмотрим, что там с ним сейчас происходит. Это самое худшее, что может быть. Такое боковое движение на биткоине, это ужасно. У нас здесь была свеча доджи, что означает нерешительность. Затем мы взлетели выше, думали, что пойдем еще выше, и в итоге откатились вниз. Когда я смотрел на это в воскресенье, решил посмотреть, потому что получил твит от Карла. Посмотрел и сказал, нет, это долго не продлится, потому что это воскресенье. Биткоин любит выкидывать детишек в воскресенье. Так что все развернулось. Извиняюсь, ребята из группы, я не стал ничего выкладывать и ни о чем не рассказал. Но да, было очевидно то, что это движение не пойдет дальше. То, что это нереальный пробой. Я не выставлял никаких трейдов, но когда я это увидел, для меня было очевидно, то, что сейчас время искать шорт. И посмотрите, можно было даже два шорта выставить за счет этого М-паттерна. И скорее всего, мы уже даже на цели от этого паттерна. К тому же, там у нас уровень поддержки. Давайте измерим цель и посмотрим. Вот так вот. Перетаскиваем вниз. Вот так. Ну, не идеально, конечно, но близко. Довольно близко к цели. Так что да, вот такая у нас цель. И что ж, сейчас нам нужно просто ждать еще одного сигнала перед тем, как выставить какой-либо трейд. Прямо сейчас он просто консолидирует и пытается решить, в какую сторону он пойдет. Пойдет ли он на ретест этой области? Скорее всего, нет. Все потому, что слишком уж много раз мы не могли пробиться через этот уровень. Так что, есть шансы на то, что мы не поднимемся до этой восходящей линии тренда. И скорее всего, просто пробьемся вниз. Но надо будет смотреть. Потому что биткоин сейчас очень хаотичный. Окей, давайте перейдем на эфириум. Я не знаю, что происходит. Это что вообще? Перед тем, как запрыгнуть, это что вообще? Не знаю, может кто-то взломал меня. Итак, эфириум, как вы видите, опустился до своей поддержки. У меня есть и получше график. Давайте посмотрим, смогу ли я его сейчас загрузить. Кажется, нет. Ну да ладно. На этом графике у меня также указана поддержка и сопротивление, которые были нарисованы еще давным-давно. Вот, посмотрите, здесь у нас сопротивление, от которого мы отскочили. И мы сейчас скачем между этими уровнями. Это у нас не сопротивление уже, это уже поддержкой. Давайте уберем. Вот тут вот у нас есть поддержка гораздо сильнее, от которой мы как раз таки и отскакиваем. Будем идти в этом диапазоне, пока не решим, куда пойдем дальше. Это у нас на эфириуме. Конечно, можно торговать на этом диапазоне, но, блин, это очень сложно. Нужно будет идти на небольшие временные промежутки и смотреть, что там происходит. Искать какого-то четкого сигнала, ослабления, для того, чтобы зайти в трейд. Так что да, будем ждать какого-то сигнала на эфириуме, который сейчас застрял внутри этого диапазона, между уровнями в 1943 и 1817. Получается вот такой диапазон примерно. Эфириум в нем сейчас застрял. И пробитие в любом направлении будет означать большое движение. Пробьемся наверх, выше 1943. Можем уйти на пару сотен выше. Уйдем ниже 1817. Тогда можем пробиться как минимум до уровня в 1762. А скорее всего, даже уйдем ниже. Давайте посмотрим даже, на какой уровень стоит смотреть. Где у нас есть следующая поддержка? 1762. И ниже получается уровень уже... примерно в 1700 долларов. Где-то в районе 1700 долларов. Это в случае, если мы пробьемся ниже. Поддержки в 1817. Окей, что ж, на этом все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Я сейчас попытаюсь пофиксить проблемы, которые резко у меня появились с другим компьютером. Ну что ж, да, не всегда все работает так, как хочешь. И сейчас мне было даже проблематично запустить это шоу. Но я рад, что у меня получилось, и мы с вами увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok